Они перевозят наши грузы. Они строят наши города. Мы зависим от них буквально во всем. Это грузовики. Они переступают все новые границы технологий и возможностей. Они призваны преодолеть всевозможные ограничения и превзойти своих предшественников мощностью, скоростью и надежностью. Это новое поколение машин. Рубежи большого строительства. Грузовики. Катерпиллар 797 был построен в 2000 году и стал самым крупным самосвалом в мире. Величиной с трехэтажный дом он может буквально сворачивать горы, захватывая 400 тонн разом. Вместе с грузом Катерпиллар весит в полтора раза больше, чем Боинг 747. Канадские строители используют возможности машины по максимуму. Форт Мак-Мюррей в Северной Альберте. Город одной индустрии. Здесь добывают сырую нефть и отправляют ее по нефтепроводу в Канаду и США для переработки. Этот регион поставляет 30% нефти в Канаду, а в течение нескольких лет ее количество увеличится на 50%, учитывая 10% североамериканской продукции. Нефтяные пески вдоль реки Атабаско, возможно, содержат столько же нефти, сколько вся Саудовская Арабия или больше. Компания Синкрут Канада разрабатывает самую крупную нефтяную шахту в мире. По традиционным технологиям здесь используют канатно-скребковые экскаваторы и черпальные колеса. Однако, чтобы добыть все до последней капли, компании понадобилось нечто новое. Целая армия огромных электрических и гидравлических одночерпаковых экскаваторов. В этой гигантской песочнице играют титаны среди грузовых машин. По словам Джо Сантоса из компании Caterpillar, с их машинами не сравнится ничто другое. Они около 15 метров длиной, около 48 футов, около 7 метров или 23 футов в высоту. Порожняком машина весит около 260 тонн. Необходимая ей мощность 3400 лошадиных сил. Тогда мотор позволяет ей легко маневрировать в данных условиях мягкой почвы. Чтобы построить моторы и остальные составные части, сборочный цех Caterpillar в США, штате Иллинойс, должен быть здорово оснащен. Конечно, самой сложной задачей для нас при постройке Caterpillar 797 был силовой агрегат для нее. Каким образом можно получить 3400 лошадиных сил, необходимых такому монстру, как эта машина? Мы запросили у наших коллег дизайн для подобного сооружения, причем пришлось совместить два двигателя, снабдить их выносливой системой связи, и только тогда мы получили необходимую мощность. Сама опорная подушка у нее огромна. Здесь бы хватило места на несколько бассейнов, отнюдь немаленьких бассейнов, знаете ли. Она размером около 260 квадратных метров. Для того, чтобы загрузить ее, нужно не менее четырех экскаваторов, самых больших из тех, что есть сейчас на рынке. Вместе с грузом она весит около 600 тонн. Поэтому необходимо огромное количество энергии, чтобы заставить ее двигаться. До сих пор максимальной скоростью были 40 миль в час. Можете себе представить? Со скоростью 65 км в час такой монстр весом 1,2 млн фунтов. Само собой разумеется, тут в первую очередь сама ось должна быть массивной. Здесь мы имеем дело с воплощением силы на колесах. Ось длиной 9 метров, что равносильно старому лондонскому двухэтажному автобусу. Впрочем, в четыре раза тяжелее его 43 тонн в нагруженном состоянии. Основная исполинская часть грузовика выдерживает невероятное чудовищное давление. Этот грузовик может буквально ползать на животе. Он может передвигаться по самой непролазной местности и выбираться из нее с легкостью. Рама состоит из девяти отливок. Если соединить их вместе, то общая длина составит около 8 километров. Инженер-сварщик Карен Хьюбер знает все тонкости этой работы. Прочность, которой мы стараемся достичь при конструировании этого грузовика, обусловлена экстремальными условиями, в которых применяют эти машины. На них не ездят по ровной поверхности, по асфальту. Это скорее похоже на езду, порастаявшей по стиле среди лета. Грузовик передвигается через серьезные препятствия, поэтому сварочные швы должны быть очень крепкими. Мы стараемся предусматривать как можно больше опасностей при помощи самых совершенных установок, тестирующих выносливость конструкций. Мы подвергаем нашу сварку самым суровым испытаниям, чтобы быть уверенными, она выдержит любые условия. За сваркой следует покраска. На одну машину расходуется 265 литров. Хватило бы, чтобы наполнить обычную ванну. Далее следует инсталляция всевозможной компьютерной техники. 4 километра медной проволоки, 300 переключателей и сенсоров, 600 метров гидравлических шлангов, некоторые весят столько, что поднять их не под силу одному человеку. От первых тестов до спуска на воду проходит 6 недель. 797 до того огромен, что 40-тонный грузовик мог бы проехать под его радиатором. Мы никогда не смогли бы собрать Катер Пилар 797. Здесь полностью он слишком огромен. Сборка заняла бы слишком много места. Тут даже бетонное покрытие могло бы не выдержать. К тому же, если бы мы собрали машину здесь, то не смогли бы вывезти ее наружу, она слишком огромна. Нам пришлось бы расширять дверной проем, что тоже не особо практично. Вы не нашли бы такую малютку у вашего местного поставщика? Каждую Катер Пилар 797 делают на заказ. По частям ее привозят 5 железнодорожных вагонов или 12 грузовиков. Когда они прибывают на место назначения, специальная команда тратит около месяца на сборку машины. Мало кто видел Катер Пилар 797. Еще меньше людей водят эту машину, зарабатывая себе на жизнь. Мне не нравится работа в офисе за компьютером. Я люблю бывать на свежем воздухе. Люблю водить машину. Поэтому идеальная работа для меня. Синди Бин относится к 20% женщин-операторов тяжеловесной техники в шахтах Синкрут на берегу Атабаски в Альберте, где добывают нефтяносный песок. Шахты работают 365 дней в году. За одну смену Катер Пилар делает до 80 заездов между экскаваторами и фронтом отвальных работ. Я начала здесь работать 9,5 лет назад. В компании я работаю уже 16 лет, но с техникой последние 9,5. Когда я начала ездить на этих машинах, то почувствовала себя как в самолете. Моя кабина находилась на такой высоте, что вокруг все казалось таким крошечным. Впрочем, когда привыкаешь, то кажется, что ты просто водишь машину. Я уже вполне привыкла к размерам этой малютки. У нас тут 7 скоростей. Есть нейтральная и реверс. И скорость она у меня отлично переключает сама. Семь бортовых компьютеров показывают скорость передвижения, работы двигателя и нагрузку на него. Семь скоростей для такой машины норма. Тормоза мощностью до 3000 лошадиных сил управляются одной ножной педалью. Один переключатель активизирует стояночные тормоза. Мы всегда сигналим дважды, когда сдаем назад, и один раз, когда движемся вперед. Компьютер фиксирует вес груза, который берет на борт Катерпиллер. Этот монитор показывает, сколько у нас груза. К примеру, сейчас у нас на борту 89 тонн 700 килограммов. И это один ковш. Чувствуешь себя королевой дорог, когда сидишь в кабине такого грузовика. Чувствуешь себя как дома. Если вам нравится водить машину, это для вас. Конечно, эти монстры пожирают совершенно невообразимое количество горючего. 3400 лошадиных сил требуют очень много горючего. Бак для горючего вмещает до 1800 галлонов, в зависимости от конфигурации. В таких условиях машина может потреблять от 5 до 6 тысяч литров горючего в день, чего обычному грузовику хватило бы на 30 тысяч миль пути, то есть приблизительно на год или на два. А этот тратит столько горючего за один день. 22-24 рабочих часов. В этой машине нет ничего маленького. Все, абсолютно все, огромное. Шины, конечно, бросаются в глаза в первую очередь. Мишлин сконструировал шины весом 4,5 тонны, 4 метра в диаметре, специально для Катерпиллера. Каждая шина выше ограды баскетбольного поля и тяжелее небольшого нагруженного фургона. Научный сотрудник Синкруда Джек Бартон делает все, чтобы шины выполняли свою задачу. Шины – главная составная часть всего грузовика, поскольку, собственно, без них он не сдвинется с места. Весь вес груза, опять-таки, приходится на шины. Вся энергия, которая проводится в землю, тоже проходит через шины. Для того, чтобы обращаться с шинами такого размера, необходима особая техника – манипуляторы. С их помощью можно захватить шину, поднять ее в воздух и повернуть на 360 градусов. Это самый крупный манипулятор в мире. Это шина около 135 дюймов в диаметре, ширина 55 дюймов и вся величина – 63 дюйма. Стоимость на сегодняшний день – около 35 тысяч канадских долларов. Собственно, эти шины в движении 24 часа в сутки, 365 дней в году в любых погодных условиях, при температуре от минус 40 градусов до плюс 35 градусов. А дорожные условия? Что ж, дороги здесь, в принципе, неплохие. У нас тут множество грейдеров, которые предотвращают попадание камней на дорогу. Как известно, шины страдают больше всего от камней на дорогах. Не будь грейдеров, грузовики бы не смогли ездить, поскольку шины бы подвергались слишком большой опасности. В принципе, мы рассчитываем на то, что эти шины выдержат около 6 тысяч часов работы. Затем мы снимаем их и чистим, и стараемся найти им другое применение. Хотя они настолько велики, что практически не поддаются переработке, в отличие от шин поменьше. Мы используем их для того, чтобы отгораживать на дорогах большие грузовики от остальных машин. При их весе 5000 килограммов, они отлично для этого годятся. Эти ворота ведут в нашу мастерскую. Тут мы работаем с большими грузовиками. Мы заменили стену на такие ворота, чтобы можно было загонять сюда большие машины. Ворота 10 метров в высоту и 12 метров в ширину, когда они широко раскрыты. Даже когда здесь проезжают такие гиганты, как Caterpillar 797, по бокам остается еще около метра места. Каким бы огромным ни был этот грузовик, на безопасности Паль Вальгельмюд, глава дочерней компании, не экономит. Одна из наших главных задач — следить за соблюдением безопасности при строительстве этих гигантов. В них все велико, множество деталей, весящих несколько тысяч фунтов. Стоит уронить одну из них, и можно серьезно покалечить кого-нибудь. Поэтому здесь нужно соблюдать максимальную осторожность. Машины проходят тщательные проверки каждые 35 дней. Кроме того, мы регулярно проверяем состояние кузова, тормозов, перил, лестницы, поскольку летящие вверх комья земли могут нанести повреждения машине. К примеру, могут повредить бензобаки или еще что-нибудь. Перед каждой капитальной проверкой мы хорошенько отмываем машину, чтобы быть уверенными, что все повреждения будут обнаружены. Нам приходится отмывать машину мощной струей воды под давлением, чтобы очистить ее от липкой грязи, и стала видна краска. Очистка машины может занять до 12 часов, и только тогда она готова к техосмотру. На обшивку машины налипает огромное количество грязи, до нескольких тонн. Иногда слой бывает толщиной около 10 сантиметров. Под ним бывает нелегко обнаружить повреждения. Само собой разумеется, напор воды в наших мастерских пришлось повышать, поскольку увеличилось количество грузовиков и их размеры. Единственные перерывы в работе этих грузовиков – это когда они тут, у нас, в мастерской. Все остальное время они в шахте работают. Учитывая, что стоимость одного грузовика составляет почти 3 миллиона евро, компания «Синкрут» не может позволить им простаивать без дела. 797 останавливается только по необходимости. Операторы работают в две смены по 12 часов. Когда смена заканчивается, один оператор спускается по лесенке, а в это время в кабину уже забирается другой. Не нужно даже выключать мотор, разве что раз в месяц для техосмотра. Рабочие грузовики, вне зависимости от размеров, должны быть сконструированы с учетом долговечности и прочности. Они должны быть готовы к любым дорогам и сельским, неасфальтированным и суперсовременным «Хайвэем». В центре тестирования «Паккар» в Вашингтоне новые модели грузовиков «Кенуорт» и «Питербилд» проходят испытания. Будучи ответственной за передовые технологии, Маргарет Салливан знает о грузовиках все. Мы проверяем составляющие, проверяем системы, проверяем грузовики целиком, чтобы убедиться в том, что они соответствуют требованиям «Паккар» в отношении качества, выносливости, а также требованиям заказчика. «Кенуорт» и «Питербилд» проектируют машины по своему усмотрению. Мы оцениваем их и проверяем грузовики на специальной установке – шейкере. Мы стараемся подвергнуть грузовик максимальной нагрузке и испытать его на всех возможных дорожных препятствиях. Тестирование в течение трех-четырех недель уже способно показать выносливость данного грузовика и определить, долго ли он прослужит. Один из наших самых распространенных тестов – симулятор дороги, где мы помещаем грузовики в условия, близкие к дорожным, и таким образом воспроизводим условия, с которыми машины сталкиваются в пути во время маршрута по самым разнообразным дорогам. при помощи настроек платформы, на которую помещается грузовик, мы можем имитировать любые дорожные покрытия. Вот здесь, собственно, и происходит перемещение грузовика. Мы измеряем нагрузку на переднюю часть конструкции, и таким образом можем судить о поведении машины на самых разнообразных дорожных покрытиях, которые зачастую вызывают резонанс и разрушительную вибрацию машины. Ещё у нас есть специальное помещение для тестов с различной температурой. Температура здесь может опускаться до 40 градусов ниже нуля, то есть зимние условия на дорогах Канады и северных США. Здесь проверяются системы обогрева и материалы машин. Генератор снега может имитировать очень мокрый, густой снегопад. За последние 20 лет тестирование сделало большие успехи. Мы перешли от тестирования компонентов в лабораторных условиях к симуляциям, компьютерным симуляциям, которые предшествуют полевым испытаниям. Откройте ворота на трассу, пожалуйста. Но некоторые тесты могут происходить только в реальных условиях. У техцентра есть две тестовых трассы. На одной мы проверяем в первую очередь выносливость, прочность машин, а также их поведение в определённой среде. Сюда входят всяческие повреждения дорожного покрытия. Большую роль играют выбоины и трещины в покрытии, которые могут повредить каркас. Один километр на проверочной трассе равноценен 210 километрам езды по хайвею. Ещё у нас есть скоростная трасса, которую мы используем для оценки шумов, оценки качества передвижения машины. Эта трасса очень извилистая, что позволяет быстро набирать скорость. Если грузовик проходит тест на прочность, надёжность и комфорт, он готов к работе. 6.20 утра 28 мая 2000 года. Канада. Пирсон. Интернациональный аэропорт Пирсона. 6.5.4.3.2.1. Пуск. Контрольная вышка – последнее слово техники. В 1964 году, когда она была открыта, уже история. Две трети аэропорта в стадии реконструкции. Грузовиков здесь чуть ли не больше, чем самолётов. Некоторые из них увозят со стройки мусора, другие привозят стройматериалы. Аэропорт Торонто – один из крупнейших проектов по реконструкции в Северной Америке. Прежде чем самолёты смогут летать, свою работу делают грузовики. Ни одна партия материалов, ничего, абсолютно ничего нельзя было сюда доставить без этих грузовиков. Совершенно с вами согласен. Всё, что необходимо для строительства, привозят сюда грузовики. Согласен. Грузовики – движущая сила этого проекта. У нас здесь около 225 тысяч грузовиков, которые в течение года попеременно участвуют в строительстве. Проект реорганизации аэропорта в Торонто рассчитан на 10 лет и бюджет размером в 4,4 биллиона долларов. Сюда входит новое здание терминала, взлётно-посадочные полосы, погрузочные установки и ещё много всего. Пять огромных строительных площадок расположились на территории площадью 18 квадратных километров, а это почти столько же, сколько занимает Гибралтар. Проект также включает в себя четырёхполосный туннель для грузовых машин, чтобы они не занимали хайвей. Это бы здорово облегчило жизнь нервным лётчикам. Ллойд Маккуб – вице-президент по планированию и развитию проекта. Проект отчасти усложняется тем, что мы перестраиваем, совершенствуем аэропорт. На самом деле мы буквально отстраиваем его заново. Во многих отношениях, мне кажется, мы первопроходцы в этой сфере. Стоит только представить себе, насколько капитально нужно реорганизовать всю систему. Я думаю, что и другим аэропортам в ближайшем будущем придётся перейти на предложенную нами систему, поскольку всё больше и больше они будут сталкиваться с ограничениями, которые мы здесь обнаружили. Поставщики проекта столкнулись с серьёзной проблемой в сфере логистики. Поскольку все пять строительных площадок тесно связаны между собой, то, что происходит на одной, затрагивает и остальные. Кроме того, на любой стадии проекта строительство не должно мешать взлётам и посадкам самолётов. Строительство не должно мешать пассажирам. По сути дела, они вообще не должны замечать, что вокруг происходит строительство. Центральная часть всего проекта — здание нового терминала. Постройка займёт 400 тысяч квадратных метров, более 4 миллионов квадратных футов. Аэропорт сможет вместить 35 миллионов пассажиров и обслуживать 100 самолётов одновременно. В будущем он сможет быть расширен и будет вмещать 50 миллионов пассажиров и 130 самолётов одновременно. Для строительства здания терминала потребовалось в 3,5 раза больше стали, нежели для Эйфелевой башни — около 400 грузовиков. В сопровождении полиции грузовики доставили на стройку 34-метровые балки для крыши терминала. Балки были смонтированы по две для конька крыши. Планы по расширению аэропорта включают в себя самый большой подземный гараж в Канаде. Восьмиэтажное здание вместит в себя 12 600 машин. Эскалаторы и лифты свяжут его с терминалом. Припарковав машину, пешеходам не придётся пересечь ни одной дороги. По словам планировщика проекта Джозефа Дея, проект нуждается в подъёмниках тяжеловесных грузов. Нижний этаж будет на этом уровне. Вы уже вырыли всю траншею для нижней части гаража. Это будет примерно на 8 метров вглубь от того места, где мы сейчас стоим. Мы потратили 4 месяца, чтобы добраться до этой глубины. И, вероятно, нам понадобится ещё месяц. Я бы сказал, что общий объём материала, который мы должны извлечь отсюда, равен приблизительно 100 тысячам кубических метров. Каждый грузовик увозит около 10 метров. За день получается около 140 грузовиков. Самое сложное — это поднимать почву на поверхность и увозить их. работа на месте продвигается неплохо, но когда дело доходит до перемещения материала с места на место, вот где мы сталкиваемся с большинством проблем. Нам нужна очень хорошая техника. Но мы не можем ничего здесь перекрыть. Это действующий аэропорт, он должен работать 24 часа в сутки. Поэтому и дороги должны быть открыты 24 часа в сутки. К счастью, когда бы мы не соприкасались с людьми, мы можем уводить строительную технику на запасные дороги. Пока продолжается экскавация, времени терять нельзя. Вниз спускаются кессоны для колонн, устанавливаются краны для того, чтобы можно было начинать сооружение стальной конструкции гаража. На данный момент вспомогательные постройки рассеяны по всей территории аэропорта. Новый план превратит полтора квадратных километра занятых складскими помещениями в так называемое внутреннее поле. Что это произошло, руководитель проекта Уолтер Фризадо зависит от одного. Вся сталь, все опоры, все бетонные части, подземные трубопроводы, сварочные работы, все без исключения окна, двери, все это было привезено сюда грузовиками. На эту стройку работают сотни поставщиков и субпоставщиков. Для таких масштабов необходима безупречная координация. Нужное количество в неподходящий момент было бы катастрофой. Все должно быть идеально спланировано. Разгрузочная площадка здесь расположена между складскими помещениями. Приблизительное количество затребованного бетона занимает площадь 250 метров шириной. Бетон смешивается недалеко от стройплощадки и привозится на место специальными машинами. Огромные кучи песка и камней были привезены огромными грузовиками прямо из карьеры. загружены в контейнеры. В контейнерах смешаны в правильном соотношении, чтобы получить необходимую выносливость. После того, как получена необходимая смесь, ее перегружают из контейнеров обратно в машины, которые везут их дальше. Самосвалы, в принципе, не предусмотрены для перевозки цементы, но поскольку расстояние здесь невелико, их можно использовать и в таких целях. Цементовозы должны разгружаться как можно быстрее. Они могут увозить до 9 метров за раз, однако их очень сложно загружать и разгружать с необходимой скоростью. Самосвалы едва успевают сгружать материалы и уезжать за следующей партией. Самосвалы подъезжают с интервалом в одну-две минуты, в то время как специальная машина разравнивает и распределяет привезенные ими стройматериалы. В центральной части площадки машины расчищают полосу длиной по меньшей мере 400 метров. Все это происходит в течение 8-10 часового рабочего дня. Аэропорт никогда не закрывают, однако ночью работы здесь приостанавливаются. Поставщики используют эту возможность для доставки стройматериалов, выравнивания бетона на взлетно-посадочных полосах и мостах. Однако машины должны покинуть эту территорию к 5 часам утра, когда взлетает первый самолет. По сути дела, это не так уж и затруднительно, поскольку работа здесь идеально налажена. Грузовик прошел долгий путь после того, как заменил лошадь и повозку в начале 20 века. Изначально он был создан для местных перевозок, но во время Первой мировой войны грузовики стали использоваться и на длинных дистанциях. С тех пор размеры, удобство и надежность грузовиков значительно выросли. На сегодняшний день технологии продолжают совершенствовать их. Шерцингер старший технолог по электронике в компании Кен Оуэрт. Мы называем его концептуальным средством передвижения. Я бы не назвал это прототипом, тем, что мы бы использовали перед тем, как запустить что бы то ни было в производство, тогда как многие из них никогда не попадут в производство. Грузовик Кен Оуэрт стоимостью миллион долларов покупатель сможет испробовать, прежде чем его купить. В зависимости от реакции клиента Кен Оуэрт будет решать, стоит ли запускать производство этой модели. Собственно, уникальность этой технологии заключается в том, что мы можем настраивать приборы в зависимости от предпочтений водителя. Наша цель предоставить ему необходимую информацию тогда, когда он захочет ее получить. К примеру, у нас есть прибор, фиксирующий температуру среднего моста и отдельный дисплей для температуры второго заднего моста. Мы устанавливаем часы, которые показывают местное время, время грузовика, а также истекшее время. Устанавливаем будильник. Это удобно. Наши приборы легко использовать. Есть, к примеру, и такая услуга, которая позволяет следить за потреблением горючего за 100 миль пути. Есть навигационная система, которая позволит нам сориентироваться в любой точке Соединенных Штатов. Есть специальная система мониторинга. Каждый из этих мониторов снабжает вас необходимой информацией, сообщает о том, что происходит с машиной или вокруг нее. Если вы съезжаете с дороги, вы все еще можете наблюдать за дорогой, не выпуская из поля зрения всю машину и три полосы шоссе. Я уверен, что в будущем мы сможем снабжать машины усовершенствованными системами наблюдения, что позволит водителю видеть гораздо больше, чем сейчас. Он может видеть ситуацию на дороге не только на четверть миль вперед, но на десять или даже пятнадцать миль впереди. Кроме того, он будет осведомлен о произошедших на дорогах авариях. Вместо того, чтобы слышать сирены и видеть аварийные сигналы, водитель увидит точки на мониторе. В то время, как устаревшие гудки уступают место суперсовременным системам видеонаблюдения, одна навигационная система уже зарекомендовала себя. Эта система особо удобная в плохих погодных условиях. Радарные сигналы, исходящие от машины, позволяют определить, не слишком ли близко она едет от других машин и нет ли поблизости незамеченных машин. Распознав опасность, система включает звуковые и световые аварийные сигналы. Благодаря новым технологиям изменились даже сами автомастерские. Кто бы мог поверить, что такая громоздкая машина сможет положиться на компьютер. Для дальнобойщика технологии зачастую могут означать дополнительные удобства. Рихард Райнке главный менеджер компании МАК. Водитель проводит здесь целый день. Для него это и рабочий кабинет, и гостиная. МАК очень много внимания уделяет тому, как сделать это помещение наиболее эргономичным для водителя. Кроме дизайна самой машины, формы кабины и прочих нюансов, мы предусматриваем также и максимально удобное для водителя поле зрения из кабины. К примеру, откидная кабина снабжена специальными датчиками, которые считывают информацию о работе двигателя, показывают работу электронных насосов, шести цилиндров, шести насосов, которые по этим проводам передают информацию на пульт управления, где компьютер использует их для диагностики. Наши техники могут диагностировать работу двигателя, оценивать скорость потребления топлива, длительность холостого хода. Система располагает информацией о малейших неполадках, будь то малое количество масла или высокая температура воды или любое другое отклонение, которое могло бы повредить работе машины. Система фиксирует информацию о работе грузовика. Она может и контролировать процесс. Владелец автотранспортной фирмы всегда сможет определить максимальную минимальную скорость в течение поездки, давление акселератора, когда он достигает максимальную запрограммированную скорость, а также все остановки, которые были сделаны в пути. Электроника может не только контролировать то, что происходит под капотом, но и упрощать задачу водителя. Грузовик компании «Атлантис» покидает базу в Торонто. Пока он в пути, водители Дон Марселис остаются на связи с диспетчером Фрэнком Робертсом. Всего несколько лет назад это было бы невообразимо. Раньше было по-другому. Я должен был ждать, пока водитель сам не позвонит. Ему нужно было останавливать машину для того, чтобы сообщить или написать мне, как у него дела. Водитель звонил нам раза три в день. Даже с расстояния в несколько тысяч километров диспетчер может через спутник общаться с водителем. Эта технология более удобна, чем мобильная связь или беспроводный интернет и может быть применена где угодно. Майкл Хэм старший вице-президент Канкома. Канком крупнейший пользователь канадских спутниковых связей. То, что вы видите за моей спиной, это количество наших услуг. Мы работаем в сфере дистанционного обучения, прямой спутниковой связи, телевизионного бизнеса, перевозок. Среди наших основных услуг предложение канадским транспортным фирмам. Я имею в виду, мы предоставляем им возможность связываться с водителями в любой момент из главного офиса или наоборот. Мы обеспечиваем им около 20 миллионов сообщений ежемесячно. Мы поддерживаем около 24 тысяч водителей-дальнобойщиков, работающих в 400 компаниях. Наша система располагает двумя спутниками над Канадой. С их помощью водители и диспетчеры могут передавать сообщения через сеть. Сообщение пересылается на установку, которую вы видите здесь. Затем она передается на спутник, который находится в 25 тысячах милях от Земли, ну а затем водителю грузовика где-то в Северной Америке. на грузовике в свою очередь установлено специальное устройство, которое принимает сообщения со спутника и передает их дальше на борт компьютер, откуда водитель элементарно может послать ответ. Тогда все происходит в обратном порядке. Сообщение передается на спутник, затем обратно на станцию на Земле и затем к нашим клиентам. Теперь мы можем связываться с нашими семьями, которые подключены к нашему компьютеру. Можем посылать им электронные письма. Технологии помогают во многом. Диспетчер может проследить путь любого дальнобойщика и его груза. Теперь, когда у нас есть спутниковая связь, диспетчер может определить местонахождение любого грузовика с точностью до 300 метров, если я не ошибаюсь. Мы всегда можем проверить, где находится водитель. К примеру, вот этот водитель покинул Торонто в 12 часов 13 минут. Вот здесь Детройт, теперь он направляется к Виндзору у границы. Он отключит связь на границе, поскольку он должен будет позаботиться о грузе на таможне. Есть еще один способ проследить за нашими грузами. Мы видим их маршруты. В нашей системе есть карта, которая определяет, где находится тот или иной грузовик, едет ли он или стоит на месте. Можно проследить весь путь до пункта назначения. При помощи новейшей электронной техники водитель всегда имеет при себе и механика, и навигатора. Совмещая тяжелый металл и современные технологии, грузовики становятся больше, умнее и выносливее. И это хорошо, поскольку любая индустрия, любая компания, любой человек зависит от грузовиков каждый день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова